САМБО В ШКОЛУ У нас в Карачаево-Черкесии самбо в школу стартовал, этот проект всероссийский стартовал в 2017 году. В ноябре 2017 года Министерство образования КЧР заинтересовались этой программой и решили, что в школах КЧР необходимо этот проект реализовать. В ноябре 2017 года мы осуществляем работу в этом проекте. У нас по приказу Министерства образования было определено 11 пилотных школ, которые начали подготовку к реализации этого проекта. И в сентябре 2017 года они уже приступили к реализации, извините, 2018 года приступили к реализации этого проекта. Но прежде, конечно, большая работа была проведена Институтом повышения квалификации, потому что приказом Министерства по великому заданию был назначен координатором Республиканским региональным Институт повышения квалификации в лице Гурина Александра Васильевича, ректора этого института. И понятно, что дальше передалась эта координация кафедре информационных и здоровьезберегающих технологий этого института, заведующий этой кафедрой Шиповалов Михаил Васильевич. Оба они кандидаты наук и активное участие принимали в разработке и формировании вот этого проекта. Конечно, институт принял активное участие, так как мы координаторы региональные. У нас была задача разработать программу, потому что самое главное звено в этом проекте, конечно, выступили учителя и тренеры спортивных школ. Но с тренерами нам как бы легче было, потому что они знают свое направление в направлении самбо. А учителя, конечно же, когда они обучались в институтах, вот такой модуль они не проходили и не обучались ему. Была разработана программа институтом повышения квалификации. В разработке программы принимали участие большое количество людей. Мы привлекали людей из Ставропольского края, с нами работал Кайбаев Руслан Создрякович. Это экс-министр по спорту Ставропольского края. Он был у нас заведующим кафедрой физического воспитания в Ставропольском государственном педагогическом институте. Привлекали мы и свои кадры. Значит, с нами очень активно работал Гачияев Ахмад Аубикирович, мастер спорта по самбо. С нами работал Байчоров Пелял Ибрагимович, это мастер спорта международного класса по самбо. С нами работала федерация Джадиров Аслан Рамазанович, федерация самбо в Карачаево-Черкесии. Ну и много-много всевозможных спортсменов, которые с этим связаны. Программа была разработана, в программу вошло очень много практической части, практических занятий. Люди приходят, обучаются и теории у нас, но и вместе обязательно практические занятия. Практические занятия у нас проходят в спортивной школе «Олимпик». Очень с удовольствием нам дают зал, занятия проводят тренеры, которые по самбо, в общем-то, проявили себя. Очень много меняется тренерский состав, потому что все заинтересованы в этом. Помимо этого, наши учителя, слушатели наших курсов получают большой материал в виде видеолекций, видеороликов, как проводить занятия, ну и так далее. То есть работа большая делается. Помимо того, что мы проводим курсы повышения квалификации по той программе, которую мы разработали, мы еще проводим очень много мастер-классов, совещаний именно с показом, как делать правильно и что делать. Пользуясь случаем, хотелось бы сказать, что многие учителя и родители переживают, что за самбо в школу ввелось и для чего это надо, и мы не хотим. Вот на это надо обратить особое внимание, что страшного ничего не происходит. Мы вводим модульную программу по предмету «Физическая культура» с модулем «Самбо». Модуль «Самбо» занимает всего 10 часов в годовой программе предмета «Физическая культура». Цель нашей программы, цель вообще этого модуля, ну, во-первых, мы должны привить патриотизм к национальным видам спорта, а самбо – это национальный российский вид спорта. Второе, мы должны рассказать о видах спорта, которые используются, которые были рождены в Карачаево-Черкесии и играх народа в Карачаево-Черкесии. Ну и маленькие задачи, которые перед нами стоят на уроках самбо, вот этих 10 часах – научить детей здоровье сберегать себя, то есть научить группировать свое тело в чрезвычайной ситуации, если с ним происходит что-то, то, что мы не планировали, научить самостраховки, научить удержанию. То есть мы берем маленькие азы из самбо, мы не даем на уроках физической культуры спорт самбо, мы не даем спорт футбол, мы не даем спорт легкая атлетика, то есть как дисциплину. Мы просто детей мотивируем к пониманию, что такие виды спорта есть, мы их показываем, чем они могут заниматься, и направляем в какие-то спортивные школы. Ну и понятно, главная цель – это здоровье сбережения, интерес, наша задача вот посредством и модуля самбо поднять детей со скамьи, чтобы они не пропускали предмет физическая культура. И вот опыт 11 пилотных школ, которые мы запустили, он показывает, что дети с удовольствием именно на уроки самбо пошли, потому что они интересны. У нас 11 школ в сентябре 2018 года начали работу по программе физическая культура с модулем самбо. Ну, надо сказать, что там все модули присутствуют. И спортивные игры, и легкая атлетика, и национальные виды спорта и так далее. Это около 2700 ребят начали заниматься вот по этой программе, но только пилотные школы. Дальше Министерство образования, на наш взгляд, очень правильное решение, проведя мониторинг, опросив учащихся, опросив учителей, родителей, принимает решение, что с сентября 2019 года модуль самбо входит в предмет физическая культура, начинает входить во всех школах, но поэтапно, начиная с первого класса. И вот было принято решение, что в сентябре 2019 года в первом классе, во всех первых классах и во всех пятых классах всех школ будет вводиться предмет физическая культура уже с модулем самбо. Вот сейчас институт активно очень занимается подготовкой учителей. У них проходят практические занятия, вебинары, семинары, мастер-классы. Мы готовим учителей для того, чтобы в сентябре они приступили к этой деятельности. Мы в 2018 году обучили 170 учителей пилотных школ, вот этих 11 школ. Это учителя первых-одиннадцатых классов, учителя физической культуры, которые реализовать будут эту программу. С января 2019 года мы начали обучение учителей, которые будут задействованы с сентября 2019 года в рамках этой программы. Это учителя физической культуры первых, запятая, пятых классов. Это мы предполагаем, что в 2019 году мы обучим примерно 500 человек, и примерно 500 классов с сентября 2019 года будут работать по этой программе. Но дальше мы работу продолжаем. В целом до 2022 года мы планируем обучить больше 4000 учителей. То есть мы предполагаем, что все учителя будут обучены, переобучены, они получат новую компетентность, которая требуется сейчас по стандартам педагог, и они будут спокойно вести этот блок без проблем. То есть все методические рекомендации, все видео какие-то пакеты, кейсы, мы все им готовим, в общем-то люди приходят расстроенные сразу, им не нравится идея, но после курсов, прохождения курсов с блеском в глазах они уходят, понимают, что это возможно делать. Пользуясь случаем, хочу сказать, что любой возраст, любая комплекция учителя физической культуры, женщина, мужчина, они могут вести этот модуль в своей школе, если у него есть желание. Главное, чтобы было желание и блеск в глазах. Все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова